Вы сейчас видите картинку, на которой изображены родственные взаимоотношения между несколькими тысячами видов. На этой картинке мы находимся здесь, рядом с нашими летальшими родственниками шимпанзе, орангутаном, макакой и так далее. Ну, эта картинка на самом деле совсем не полная, потому что на самом деле количество видов животных одних на нашей планете миллионы есть. Миллионы видов членистоногих, десятки тысяч позвоночных, моллюсков и так далее. И понятно, что всем этим живым организмам было бы очень тесно, если бы мы попытались запихнуть на один ноев ковчег. И плохо было бы там еще и по другим причинам, а именно потому что вместе с ними должны были бы поместиться на этот ковчег и все различные патогенные микроорганизмы, которые сейчас существуют, чума, сифилис, гонорея и так далее. В общем, было бы им там очень печально. И от всех этих взглядов о ковчеге ученые отказались еще очень давно. Но до Дарвина у ученых еще не было какой-то стройной теории, которая могла бы объяснить то, почему существует такое огромное разнообразие живых организмов на нашей планете и почему эти организмы приспособлены к тем условиям, к той среде обитания, в которой они живут. Почему лягушка приспособлена к жизни в болоте, а ящерица какая-нибудь к жизни в пустыне. Тогда существовала концепция так называемого разумного творца, который был очень добрый, хороший, и поэтому он, создавая какой-то вид, подгонял его под ту окружающую среду, в которой он его создавал. Ну и получалось все хорошо. Но Дарвин обнаружил с этой концепцией некоторую проблему. А именно, что если мы посмотрим на очень похожие места, такие как Галапагосские острова и Каба-Верда, где похожи климат, ландшафт и иные условия, то мы увидим, что несмотря на это, там очень разные живые организмы, в частности птицы. И при этом птицы, живущие, например, на Галапагосах, похожи на птицы, живущие в Южной Америке, где другие условия, не такие, как на Галапагосах. И он увидел вот это вот расхождение, предположил, что намного элегантнее это объяснить тем, что птицы из Южной Америки перелетели на Галапагосы и приспособились к новым условиям обитания. Аналогично птицы из Африки перелетели на Каба-Верда и приспособились к новым условиям обитания. Ну вот со времен Дарвина наука очень сильно продвинулась вперед. И теперь теория эволюции объясняет не только происхождение видов, но и многие другие природные процессы, которые происходят вокруг нас. Сегодня мы поговорим про один из таких процессов, а именно про появление рака. Рак — это эволюционный процесс. По сути, раковые клетки — это особенные клетки. Они более приспособлены к жизни внутри нашего тела, чем обычные клетки. Смотрите, обычная клетка, если накапливать большое количество мутаций, она совершает самоубийство, как доблестный самурай, чтобы не навредить организму. И в итоге она погибает. Для человека это хорошо, но для клетки это плохо, она больше не оставляет потомства. Раковая клетка — она не такая, она будет жить вопреки всему, и она будет размножаться. И она будет размножаться всё быстрее и быстрее, и постепенно её потомки будут накапливать всё больше и больше новых мутаций, которые позволяют их потомкам делиться ещё быстрее. И таким образом рак — это прогрессирующее заболевание, которое становится всё сложнее и сложнее побороть. В итоге мы получаем такую эволюционирующую раковую систему внутри нас. Но бывают особенно интересные случаи, когда раковые клетки, они не просто эволюционируют внутри нас, а учатся тому, чтобы выйти за пределы того организма, внутри которого они изначально появились. Самый известный яркий пример этого — это заболевание, которое называется лицевая опухоль тасманийского дьявола. Когда-то у какого-то тасманийского дьявола появилась раковая опухоль. Она распространилась по его телу, попала на его мордочку, и этот тасманийский дьявол укусил другого тасманийского дьявола, и опухоль передалась. Видимо, в силу каких-то мутаций, которые появились у клеток этой опухоли, которые позволили ей это сделать. И в итоге эта опухоль научилась передаваться от одного тасманийского дьявола к другому. То есть по сути у нас получилось, что из многоклеточного организма получился одноклеточный паразит. Другой пример — это венерическая саркома собаки. Это тоже раковая опухоль, которая придаётся у собак половым путём. Некоторые креационисты хотят, чтобы эволюционисты продемонстрировали им, как утка превращается в утконоса или в крокодила. Но понятно, что на это нужно миллионы лет. Но зато мы можем показать что-то более крутое. Можем показать, как многоклеточный организм эволюционирует в одноклеточного паразита. И на мой взгляд, это очень круто. У человеческих клеток тоже получилась похожая история. Женщина по имени Генрета Лакс погибла 4 октября 1951 года от рака. Ученые начали изучать ее клетки, поместили их в пробирки. И хотя Генрета Лакс уже погибла, клетки ее живы до сих пор. И продолжают эволюционировать в новой для них экологической нише внутри наших лабораторий. И что интересно, что поскольку условия жизни у клеток в лаборатории, в пробирках, совершенно иные, чем условия жизни внутри тела человека, эти клетки накопили огромное количество изменений, мутаций, в том числе хромосомных перестроек, которые сделали их просто неузнаваемыми. Сравните. Вот есть обычные, нормальные хромосомы здорового человека, а вот хромосомы курильщика. Ой, простите, имел в виду хромосомы клеток Хиля, которые подошли из Генрета Лакс. Здесь вы видите огромное количество различных хромосомных аберраций. Некоторых хромосом больше, чем 2 копии, больше, чем положенное количество копий. Некоторых хромосом очень много. И если вы сравните хромосомный состав клеток шимпанзе и клеток человека, вы увидите, что он намного больше похож, чем между хромосомным составом человека и клеток Хиля. На основании этого, а также других современных критериев вида, некоторые ученые даже предложили, что клетки Хиля не стоит называть больше человеком, а нужно называть чем-то другим. Это уже отдельный, может быть, даже род. Это что-то совсем другое, это уже не человек. Любопытно, что из такого вот сравнения хромосом вытекает один из самых красивых молекулярно-генетических доказательств одной из идей Дарвина о том, что у человека и шимпанзе в прошлом был когда-то общий предок. Если мы посмотрим на хромосомы человека и шимпанзе, мы увидим, что они в целом очень похожи, имеются очень похожие гены в том же самом порядке, расположенные на тех же самых хромосомах. Но имеется одно интересное исключение. Это вторая хромосома человека, которая похожа на две хромосомы шимпанзе. Как будто бы две хромосомы слились в одну. Вот у факта этого слияния имеется сразу несколько интересных доказательств. Одно из доказательств заключается в том, что на концах хромосомы имеются участки, которые называются теломеры. Это участки, которые защищают хромосому от укорачивания в процессе деления клеток. Но вот у второй хромосомы человека остатки теломер имеются в предполагаемом месте слияния двух предковых хромосом. Они там были предсказаны и обнаружены. Второй аргумент заключается в том, что у второй хромосомы человека имеются остатки второй центромеры. Центромер — это такой участок хромосомы, которым подходят микротрубочки, а потом растаскивают хромосомы к разным полюсам клетки при её делении. Соответственно, это тоже подтверждает ту идею, что когда-то было две хромосомы, и потом они слились в одну. Если мы посмотрим на наших других родственников, на макаку, орангутаны, гориллы и так далее, то мы увидим, что их хромосомный состав похож на состав шимпанзе. То есть это наша особенность, черта человека, что у нас две хромосомы превратились в одну. Естественно, Чарльз Дарвин не знал ни о молекулярно-генетических доказательствах своей теории, ни о том, что наклеточный организм может превратиться в одноклеточные процессы эволюции. И тем интереснее его теория, что она до сих пор развивается, подкрепляется всё более новыми фактами и интересными историями. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на Первый научный, когда пребудет с вами наука. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!